Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сносят за свой счет. Сразу два здания демонтируют в Амеретинской низменности. Оба по решению суда. Самоволки входят в список 54 объектов, которые должны снести в течение года. Грипп, ОРВИ или аллергия. Эпид-порог в Сочи не превышен. Карантин пока не объявлен. А симптомы заболевания может вызвать и поленос. Аллергиков предупредили о начале сезона цветения кипарисов. Казачки на посту. На улицы Сочи вышла женская казачья дружина. В будни они воспитывают казачат, а в выходные патрулируют Амеретинскую набережную. Граница на замке. В знании истории погранвойск и истории отечества соревновались гренадер, ястреб и юный разведчик. Соперниками юных патриотов стали их же родители. В Сочи приступили к сносу очередных самостроев. Сразу два здания демонтируют в Амеретинской низменности. Оба по решению суда. Самовольные дома входят в список из 54 объектов, которые в Сочи должны снести в течение года. Все подробности в нашем сюжете. Дом с видом на Олимпийский парк. Из окна хозяева могли бы видеть автодром и фишт. Возле дома уже даже успели высадить пальмы. Но все мечты о красивой жизни рушатся под отбойным молотком спецтехники. Хозяева дома превысили пятно застройки. Суд постановил снести незаконный объект. 28 января 2019 года нами возбуждено исполнительное производство о сносе данного объекта, который был решением суда признан самовольным. Собственник с решением суда согласился и здание решил сносить собственными силами. Мы, как сказать, строили, у нас было и разрешение, и все. Но, как сказать, не учли параметры объема просто. Не то, что площади, а объема. Ну, суд вынес решение, мы исполняем все. В планах Антипиных построить новый дом. Но теперь уже в рамках закона. Так как семейная пара решила демонтировать строение самостоятельно, земельный участок остается в их собственности. Администрация города подает иск в суд на изъятие земельного участка, если собственник сам не ломает данный объект. И тогда земельный участок изымается, он продается с торгов, и, соответственно, деньги, которые затратит подрядная организация на снос, будут возмещены ей за счет продажи земельного участка. Поэтому собственники, сейчас это началось, и собственники ломают своими силами. Снос начался и на улице Хуторская в поселке Мирный. Здесь застройщик тоже превысил пятно застройки. И тоже согласился сносить дом собственными силами, оставляя за собой землю. Всего в списке на снос 54 подобных объекта, которые решением суда признаны незаконными. Более 20 из них в Амеретинке. Об этом шла речь на встречу главы города с его заместителем по строительству. 54 дома должны быть снесены. И механизм там понятен. Прежде всего, мы должны этого самовольщика, застройщика наказать штрафом. И он должен заплатить штраф за каждый просроченный день по 10 тысяч после вступления решения суда в силу. Второе. На него должно быть возбуждено уголовное дело. И третье. Если он не принимает никаких мер, мы должны найти предпринимателя, который снесет за свои деньги, а потом на этом земельном участке построит все то, что ему можно построить по правилам землепользования города Сочи. Самый главный вопрос, который всех интересует, это, конечно, экономическая целесообразность. Мы понимаем, сколько стоит снос этого дома, мы понимаем, сколько коммерческая стоимость этого участка. И видим, что, например, та фирма, которая выйдет на снос этого объекта, они получат прибыль определенную. Ну, это их должно устраивать. Желающих получить в Сочи земельный участок в обмен на снос самовольного строения немало рассказывают в мэрии. Звонки поступают от компаний со всей страны. А это значит, что до конца года в списке из 54 незаконных объектов не останется ни одного. В Краснодарском крае деньги дольщиков будут храниться на специальных эскроу-счетах. Детали новой системы долевого строительства обсудили в Краснодаре. Совещание с банкирами и предпринимателями провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Он отметил, что нормы, призванные защитить права дольщиков, вступят в силу уже 1 июля. Деньги, которые люди вкладывают в возведение дома, будут замораживать на специальных эскроу-счетах до ввода жилья в эксплуатацию. Пользоваться этими средствами застройщик сможет только после того, как первому собственнику передадут ключи от готовой квартиры. На сегодняшний день в крае аккредитованы 17 банков, которые имеют право на открытие эскроу-счетов для договоров долевого участия. В целом же в России систему эскроу-счетов законодательно ввели в 2014 году. Несколько лет банки и застройщики могли пользоваться ей по желанию. Однако уже с 1 июля такая схема станет обязательной. И компаниям, возводящим дома, окончательно запретят принимать деньги граждан за квартиры в недостроенных многоэтажках. Эпид-порог в Сочи не превышен, но случаев заболевания гриппом и ОРВИ больше, чем в прошлые годы. Карантин в образовательных учреждениях курорта пока не вводится. Тем не менее, ожидается вторая волна. Подробнее об обстановке на курорте расскажет Татьяна Говоркова. В этом году заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с прошедшими возросла. В основном среди заболевших – дети. Тем не менее, показатели не превышают среднемноголетний уровень и недельные эпидемические пороги, установленные для Краснодарского края. В целом, ситуация стабильна. Имеется, конечно, тенденция к росту заболеваемости. Особенно сейчас может пройти вторая волна роста заболеваемости. Но у нас в организованных детских коллективах, школах регистрируется от одного до трех случаев гриппа. Причем это не в одном классе, не в одной группе, а всего на учреждения. Поэтому детские сады и школы не закрываются. В целях профилактики в классах образовательных учреждений соблюдается температурный режим, проводится проветривание помещений. Также производится осмотр детей в процедурных кабинетах. В Краснодарском крае помимо гриппа и ОРВИ зарегистрированы случаи заболевания корью. В Сочи, благодаря проведению массовой иммунизации, заболевших нет. Что касается вирусной пневмонии, то это заболевание было на курорте и в прошлые годы. Но тенденция к росту все же существует. Вирусная пневмония у нас в два раза превышает показатели прошлого года. Даже летом регистрируются вирусные пневмонии, и их много. Поэтому главная рекомендация – это не запускать болезненное начало заболевания, а сразу обращаться к врачу, чтобы предупредить возникновение пневмонии. Одна из причин заболеваний – это миграция. В этом году в Сочи количество приезжих увеличилось на 200 тысяч человек. Следует не забывать и о так называемой волне течений заболеваний. Каждый год вирусы мутируют, и появляются новые штаммы. В этом году класс гриппа А, в том числе свиной. В Сочи ведется санитарный контроль за эпидемиологической обстановкой. В аэропортах и других пропускных пунктах установлены тепловизоры. Тех, у кого есть признаки повышенной температуры, отправляют к медикам. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. Ну и я добавлю, что симптомы ОРВИ сочинцы и гости города могут с легкостью перепутать с сезонным полинозом. Это заболевание вызвано пыльцой различных растений. Симптомы схожие – насморк, першенья в горле, кашель, усталость и ряд других. Сейчас в Сочи начал цвести кипарис. Многие обратили внимание, что некоторые деревья слегка пожелтели, но это не значит, что кипарисы засыхают. Это мелкие шишки, которые при созревании и выпускают пыльцу. Ее кипарис разбрасывает обычно около месяца, однако этот процесс может продлиться и до конца апреля. Также в Сочинском нацпарке сообщают, что аллергикам в ближайшее время стоит воздержаться от прогулок по дендрарию, где собрана большая коллекция кипарисов со всей планеты. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн, яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Об улучшении жилищных условий населения и формировании благоприятной городской среды сегодня говорят в Казани. Там проходит расширенное собрание президиума Государственного совета по реализации национального проекта. Проводит его Владимир Путин. Заседание организовано в виде неформального диалога президента с главами регионов. Участие в нем принимает и губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев. Напомню, нацпроект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2024 года и призван ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей, существенно увеличивая объемы жилищного строительства. На него будет выделено свыше триллиона рублей. На инвестиционном форуме в Сочи Кубань представит 58 проектов. 34 из них приоритетны – от промышленных парков до перерабатывающих предприятий. Об особенностях стенда «Края» на российском инвестиционном форуме сегодня журналистам рассказал Венемин Кондратьев. Губернатор отметил, что экспозиция региона в этом году поразит инвесторов и гостей форума своими прогрессивными технологиями. «Уверен, Краснодарский край сможет по-настоящему удивить инвесторов и вызовет неподдельный интерес со стороны гостей и участников. Традиционно наша площадка будет самой масштабной – более полутора тысяч квадратных метров и самой высокотехнологичной за всю историю проведения форума в Сочи». Среди крупных региональных проектов – площадка «Умный город», которая объединит Краснодар, Новороссийск и Сочи. Например, гости форума смогут виртуально отрегулировать дорожный поток, чтобы избежать пробок. На стенде «Края» будет представлен и муниципальный проект. Он будет презентован в разрезе семи экономических зон краев, в которые сгруппированы районы и города региона. Минимин Кондратьев отметил, что если в прошлом году власти региона только говорили о стратегии 2030, как о документе будущего, то теперь уже готовы показать ее с практической точки зрения. Напомню, российский инвестиционный форум состоится 14-15 февраля в Сочи. Казачки на посту. В Сочи создана дружина выходного дня. Дежурство в ней несут и женщины, расскажет Елена Авсецина. Дружина выходного дня создана, чтобы усилить охрану общественного порядка в субботу и в воскресенье. В нее входят представители казачьих обществ – адлеры и хосты. Особенно в их помощи город нуждается, когда на курорте проходят крупные мероприятия. В этом случае казаки оказывают существенную поддержку правоохранительным органам. На период экономического форума выставляем 20 человек только на Эмиритинской набережной, которые будут осуществлять охрану общественного порядка, нести патрулирование, ограничивать движение электроэлектрической техники по набережной. К дружине выходного дня присоединились женщины-казачки. Все они воспитатели детского сада 83 казачьей направленности. В будни воспитывают казачат, а в выходные патрулируют Эмиритинскую набережную. Вот такой дружинницы не забалуешь, как у классика. Коня на скаку остановят, в горящую избу войдет. И когда происходят какие-то нарушения, мы можем очень технично человеку и настроение не испортить, и в то же время пресечь это нарушение. Вот, например, мчится по набережной электросамокат. Но здесь, на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, ими пользоваться запрещено. Есть знаки, ограничивающие движение электрических и механических транспортных средств. Казачки тут же наводят порядок. Говорят, что все с пониманием относятся к их просьбам. Когда мы гуляем, видим женщин в форме. Конечно, это удивляет. У нас это нечасто увидишь. Но приятно, хочется улыбнуться. В минувший летний сезон хосинские казаки спасли тонувшего в море человека. Нередко при их помощи раскрываются преступления. В целом, в Сочи охрану общественного порядка несут 500 казаков. В Сочи продолжается краевую месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. А вместе с ним и мероприятия, цель которых – воспитание у школьников чувства патриотизма и любви к родине на примере старших поколений. Очередное состоялось в Центре дополнительного образования хоста. В знании истории страны соревновались дети и их родители. Чья взяла, узнаем у Инги Габешия. «Граница на замке» – так назвали интеллектуально-образовательную игру с патриотическим уклоном. Тема соревнований – воины-пограничники. Дело в том, что организатор мероприятия – военно-патриотический клуб «Гренадер» – носит имя легендарного пограничника, героя Советского Союза Виталия Бубенина. А потому и история зеленой фуражки в интеллектуально-образовательной игре прошла красной нитью. Участники уже традиционного мероприятия – воспитанники военно-спортивных и патриотических клубов. «Гренадер», «Ястреб», «Юный разведчик» – класс юных друзей-пограничников 22-го лицея. Соревновались ребята с родителями. Участие мам и пап стало отличительной чертой мероприятия. Цель же у «Гренадера» и Центра доп. образования «Хоста» – одна – воспитанию подрастающего поколения чувство гордости за свое отечество. А соревнуясь и играя наравне, родители и дети обучают и воспитывают друг друга, уверены организаторы. Мероприятия, которые проводятся сегодня, они очень важны не только для нашего Сочи, но в масштабе всего государства. Потому что родители должны совместно со своими детьми изучать героическую историю нашей страны, чтобы познать ее и грамотно довести до своих детей. И это поднимает и гордость за своих родителей у детей. Участники игры соревновались в знании истории погранвойск, в эрудиции, логике. Много вопросов касалось подвигов пограничников в годы Великой Отечественной войны. На ответ – 30 секунд. Но в любом случае, без ответов вопросы не оставались. То, о чем не знали члены команд, им рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Гренадер». На Кольском полуострове, в районе города Мурманск, немцы не смогли продвинуться ни на метр, ни на шаг за территорию границы Советского Союза. До 43-го года наши пограничники сдерживали надежды немецко-патриотических войск. И потом, в убийстве Советской армии, погнали их дальше, на территорию Германии. Знания юных патриотов оценивали со всех фронтов. В составе компетентного жюри – председатель организации ветеранов пограничной службы, подполковник полиции, представитель сочинского «Динамо» и директор ЦДО «Хоста». Из их рук команды получили дипломы в различных номинациях. Главная же награда – расширенный кругозор и новые знания об истории страны и края. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». В Сочи школьники написали письма водителям. На курорте проходит декада дорожной безопасности детей. В феврале по вине водителей в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть детей. Чтобы исправить печальную статистику, сотрудники ГАИ проводят в школах открытые уроки по безопасности дорожного движения. А вот к водителям обратились не только инспекторы, но и сами дети. Они написали и раздали автолюбителям письма, в которых попросили взрослых не нарушать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Тем более на трассах сейчас усиленно дежурят полицейские. Особое внимание уделяют предупреждению ДТП с участием пешеходов и перевозке несовершеннолетних пассажиров. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok